Владельцы сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, Красногорский городской суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы условно за нарушение авторских прав, сообщает сеть интернета. Согласно картотеке суда, дело, зарегистрированное 10 июня, было рассмотрено 19 декабря. Станиславу предъявлялось обвинение по пункту 3, части 3 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере. По данным GrowPiB, Станислав Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент. На каждом сайте находилось более 10 тысяч наименований различных фильмов и сериалов. Контент-данные сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей, Moonwalk, которая прекратила работу в октябре 2019 года, а рекламодателями выступали владельцы крупнейших онлайн-казино. Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы, одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают пиратки в сеть. Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится. Отметил руководитель Департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности GrowPiB Андрей Бусаргин. По оценкам GrowPiB, в 2019 году впервые за пять лет рынок пиратских ресурсов в российском сегменте интернета показал падение, его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже показателя 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова